Первый вопрос, который часто люди задают, сколько стоит и почему оно так дорого стоит, из чего вообще формируется цена, что вы будете делать за эту цену? Вопрос, конечно, такой относительный. Относительно чего дорого? О какой цене идет речь, о какой услуге? Если подать исковое заявление в суд или сопроводить его в суде, то там в среднем стоимость 8, может быть 15 тысяч рублей все это стоит. Если это сопровождение в мировом суде, то и 20 тысяч может это все стоить. А некоторые люди говорят, что почему так дорого, я он видел, могут исковое заявление за 2000 рублей подать и мне бесплатно расскажут, как в суд сходить. Стоимость услуги, она все-таки формируется не какой-то конкретной цифрой, а то, что должен сделать человек, сколько уходит время на это, вот таким образом. Ну, конечно, можно за 2000 в интернете скачать какой-то шаблон, ставить в него данные и, соответственно, вот ни на чем 2000 заработать. Даже 2000 в данном случае это много. Изучить материалы дела, подобрать судебную практику. Ну, то есть можно больше, скажем так, потратить усилий, знания применить и, соответственно, и цена вопроса будет совсем другая. Здесь очень трудно сказать, где цена адекватная, где цена неадекватная. Поэтому, если дело ты выигрываешь и суд потом взыскивает в твою пользу судебный расход из проигравших стороны, если они взыскиваются 100%, тогда это разумная цена. А можно ли сами там поработать по постоплате или в рассрочку? Если исходить из оказания юридических услуг, чтобы дать даже консультацию, необходимо вникнуть в сам вопрос. Нужно изучить документы, нужно потратить достаточно много времени. А многие, скажем так, интересуются, ну, потому что им интересно. Им как таковая услуга не нужна, они просто интересуются. Они к одному юристу обратятся, к другому, к третьему. Вот так у всех послушают, никому не заплатив. И в итоге получается, что люди, ну, как минимум, что-то начинают делать, изучают ту или иную тему, дают консультацию, частичную хотя бы. А в итоге потом они не получают за свою работу ничего. Поэтому, если человек искренне обращается с желанием получить услуги, и у него нет каких-то там непредвиденных ситуаций, отсутствия денег, каких-то трудных житейских обстоятельств, то есть у него есть эти деньги, то правильнее, конечно, заплатить эти деньги, и юрист будет спокойно работать, зная, что его не обманут, ему оплатят за его труд. Своевременная оплата, предоплата, она дисциплинирует обе стороны. Всегда лучше брать предоплату. Мы же когда идем в магазин, да, тот же самый хлеб, когда покупаем, мы же, ну, сначала платим деньги, а потом уже дома кушаем этот хлеб. Но никак не наоборот. Конечно, по идее можно сначала купить хлеб, съесть, а потом прийти в магазин заплатить. Ну, бывает и так. Когда в стране был там кризис в 90-х годах по талонам, да, у людей не было денег, они брали товар, записывали там в книжечку, в тетрадку, потом получали зарплату, приходили, все это раздавали. Ну, не знаю, кто помнит такие времена. Но это были определенные обстоятельства. Сейчас я не вижу оснований, чтобы, имея деньги, не заплатить. Это на, как бы, наталкивать определенные мысли. А какие вы можете дать гарантии выигрыша дела? Потому что, например, люди часто также говорят, что вот я там обращался к юристу, к адвокату, он взял с меня там много денег, в итоге дело затянул, проиграл, пропал. Я теперь просто так никому деньги не отдам, если вы мне не дадите гарантии. Это самый болезненный вопрос, на мой взгляд. Все, кто дает гарантии в юридических услугах, там, еще в чем-то, я имею в виду в услугах, то, что нельзя опять же потрогать. То есть человек, который приходит, допустим, в университет, как можно дать гарантии, что оттуда вот ты выйдешь умный, начитанный и тому подобное? Это невозможно. Да, тебе могут создать определенные условия, но многое зависит от других обстоятельств, от желания учиться и тому подобное. Так же и при оказании услуг. Можно все сделать, но попадешься на определенную судью, которая просто вынесет незаконные решения. И, соответственно, нужно его обжаловать. То есть многие решения судов отменяются. Тот, кто гарантирует успех по какому-то делу, он, в принципе, ведет себя некорректно, потому что невозможно гарантировать, какое судья вынесет решение. Вот мое отношение такое, что если человек гарантирует заранее решение суда, прямым словом скажу, он мошенник. Либо у него есть какие-то пути, как выиграть дело и дать гарантию. Ну, я, условно говоря, намекаю там взятку и тому подобное, потому что можно дать только ориентировочное видение с точки зрения законодательства, но всегда точку ставит судья. Нужно ли будет доплачивать потом? Ну, допустим, я вам сейчас там плачу деньги за судебный процесс, ну, представим, 20 тысяч рублей за введение дела в суде, там, с подачи иска, посещение судебных заседаний. А нужно ли мне будет еще что-то потом доплачивать? Вдруг там появятся подводные камни, вы скажете, оплати мне еще, еще, а там вот это и третья десятая. То есть это окончательная цена, и как это надо будет еще доплачивать? Должен заключаться договор. Всегда можно договор заключить на какие-то конкретные работы. Ну, очень условно, предположим, можно заключить договор, там, 4 тысячи судебные заседания, и этих заседаний может быть, там, 10 штук. В итоге получается 40 тысяч, да? А можно просто изначально заключить общий договор, в котором прямо так и прописать, что стоимость оказания услуг, ну, там, участие, предположим, в судебных заседаниях, будет стоить 40 тысяч, независимо от того, сколько раз в суде придется участвовать. С моей точки зрения, конечно, лучше описать конкретную услугу и уже потом умножать на количество оказанных вот этих услуг. то есть все зависит от того, каким образом вы предусмотрите. Конечно, заранее предвидеть стоимость работ просто невозможно, потому что, скажем так, в дело выходишь с одними обстоятельствами, а в итоге может оказаться так, что, как бы, дело затянется, то есть другая сторона предоставит какие-то доказательства, могут назначаться экспертизы. Ну, то есть предвидеть невозможно. Поэтому все зависит от того, как заключаем договор. Если заключаем договор, вот конкретная сумма и дальше не зависит от того, сколько по времени это тянется и так далее, то вот такая договоренность. Если мы прописываем конкретные работы, ну, а дальше есть соответствующий риск, что этих работ может быть гораздо больше. Вот мое мнение такое. То есть как договором будет предусмотрено, так и будет. Почему вы предлагаете мне работать удаленно? Я вот, например, хочу разговаривать лично с юристом, который будет вести мое дело. То есть ни по телефону, ни по видеосвязи, ни в чате. Я хочу лично встретиться там, с глазу на глаз, переговорить, увидеть человека, чтобы понять, что вы не мошенник, что у вас есть офис по телевизору и в интернете, говоря, что сейчас кругом мошенники. Конечно, можно встретиться, можно прийти в офис. Я обычно говорю следующим образом. Ну, ребят, то хотите встретиться, без проблем. Давайте организуем конкретное место, где вам это надо. Пожалуйста, выбирайте место, где время. Я, соответственно, под это подстроюсь. Ну, извиняюсь за выражение, это будет стоить дороже. Почему? Потому что офис стоит денег, заранее мой приезд стоит денег, такси, то-то, то-то, то-то. То есть, почему дистанционно? Почему вот таким способом? Потому что многие услуги можно оказывать без личного присутствия. Это дешевле, быстрее, удобнее и выгоднее. То, что касается мошенничества. Ну, опять же, обмануть при желании можно и прийти, скажем так, навстречу, все, что угодно наговорить и офис показать и тому подобное. То есть, это вообще не показатель. Оказание юридических услуг в какой-то степени основано на репутации. Поэтому, если вы обращаетесь к какому-то юристу, можно посмотреть отзывы о нем, вообще посмотреть, чем он занимается, какая у него судебная практика и так далее. Поэтому, мне кажется, вопрос дистанционного обслуживания и вопрос мошенничества это два разных вопроса, которые между собой не связаны. Ну, естественно, никто не мешает встретиться в реале, но просто бывает так, что хороший адвокат, допустим, находится в Москве или юридист, а клиент находится в другом городе. Да, ради бога, оплачивайте перелет, все оплачивайте, прилечу. Миллион рублей, я приеду в Дальний Восток. Есть моменты, когда не нужно личное присутствие. Чтобы человек получил хорошую консультацию, нужно предварительно решить какой-то вопрос. Ну, как минимум, человек обращается, нужно выяснить ту проблему, которая существует, нужно выяснить, какие документы нужны. Вот, то есть это все можно сделать дистанционно, потому что вот обратился, предположим, ко мне человек и говорит, вот я хочу с вами лично встретиться и обсудить, причем непонятно, что обсудить. Говорит, вот только при встрече, с глазу на глаз, ну что, ну допустим, договорились, встретились и дальше что я могу услышать? Ну вот его какую-то точку зрения на тот или иной вопрос и его желание, чтобы я ему подтвердил, что он прав. Но это сделать невозможно, потому что, чтобы дать ему консультацию, нужно вникнуть в вопрос, нужно изучить документы. Соответственно, если они у него есть, значит, у него их взять, нужно время. Это ж не будет происходить там в том же самом офисе. Не, можно поверхностно оказать какую-то первичную консультацию. Ну, качество тогда сильно пострадает. Поэтому изначально, когда человек обращается в юридическую службу, он должен как бы очень доходчиво и подробно изложить свою проблему. После чего должно быть какое-то время, чтобы юрист изучил этот вопрос. Потому что оказание юридических услуг состоит в том числе из изучения документов, изучения той ситуации, которая существует. И только после этого, в том числе с изучением судебной практики, дается какая-то юридическая консультация. Это очень важно. Не надо спешить в данных вопросах. На мой взгляд, это самый удобный формат. Вы вот сейчас с меня возьмете деньги за какую-либо услугу. Например, по судебному регулированию вопроса. Скажете, что не получилось. И скажете, что давайте теперь платите мне за судебное разбирательство. Хотя по факту вы просто ничего не сделали и взяли с меня деньги. Как я могу вообще убедиться о проделанной работе? При заключении договора на конкретные услуги, ну, условно говоря, один судодень участия в судебном заседании. Как я могу отчитаться? Я предоставляю аудиозапись судебного заседания. Вы можете ее послушать. То есть, если вы, предположим, там не участвовали. Вот. Четкий, как бы, отчет о проделанной работе. Предположим, какая-то консультация. Она может быть письменная. Она может быть закреплена на бумаге. Она может быть устная. Ради бога, вы можете записать там на аудио, на видео вот эту вот консультацию и потом ее переслушать много раз, чтобы, ну, понятно, может быть, кто-то с первого раза не поймет чего-то. Нужно там как-то зафиксировать в памяти путем неоднократного повторения этой консультации. То есть, любой этап, любая проделанная работа либо оказанные услуги, они, ну, сдаются клиенту, заказчику путем, ну, отчета какого-то. Вот. Есть много вариантов, как это делать. Поэтому прозрачность она в том, что сделал работу, показал клиенту. Вот, допустим, я, извиняюсь за выражение, написал исковое заявление, вы видите результаты, я вам его даю. Там, в виде электронного текста вы его распечатываете. Ну, все наглядно. Если я был в судебном заседании, есть соответствующие отметки в деле о том, что там в решении суда, что, допустим, представитель участвовал, есть аудиозапись судебного заседания. Тут нужно конкретизировать какую-то конкретную ситуацию. В чем вообще сложность? В прозрачности дела? В чем? Что значит прозрачность дела? Если это досудебное урегулирование, например, решается вопрос с виновником, со страховой компанией, с управляющей компанией. То есть как человеку надо будет убедиться в том, что реально мы, допустим, с ними созванивались, мы направляли бумаги, что мы это все не выдумываем. Как человеку в этом можно убедиться? Я это очень легко скажем так своим клиентам показываю. Если я досудебное какое-то урегулирование произвожу, предположим, делаю какие-то звонки с кем-то разговариваю. Я записываю это на аудиозапись. То есть, ну, я в принципе, если совершаю какие-то юридически значимые действия, я это все фиксирую либо на видео, либо на аудио. Почему у вас консультация платная? Ведь большинство юристов консультируют бесплатно, мне же только спросить. Разделим консультацию и поиск клиентов. Вот это вот бесплатная консультация, это в конечном итоге не является юридической консультацией. Почему? Потому что я вот уже объяснил, чтобы дать хорошую, грамотную консультацию, нужно изучить материалы дела. Ну, там, документы, которые клиент принесет, там, какая-то переписка. Ну, то есть, нужно вообще выяснить ту проблему и нужно какое-то время на это. Вот то, что происходит по бесплатным консультациям, когда человек обращается, да, там могут что-то в ответ сказать, там, вот так и так, но это все, скажем так, пальцем в небо. Это, то есть, можно попасть, можно не попасть. Очень большой процент то, что эта консультация, скажем так, не будет полезна. Более того, она может быть даже вредна, но зато бесплатно, согласен, зато бесплатно, но это больше проводится не с точки зрения оказания каких-то услуг, а с точки зрения привлечения клиентов. То есть, человек приходит на бесплатную консультацию и думает, что ему за бесплатно окажут качественную услугу. На самом деле, так не бывает, даже если вы придете на бесплатную консультацию, максимум, что там скажут, что вот вам нужно заключить договор на такую-то сумму, потому что из вашего вопроса нужно сделать то-то, то-то и то-то. То есть, это будет первичная консультация. С ней, как бы, в суд не пойдешь. Будут ли возмещены расходы на юриста, там, или на адвоката, или на эксперта, который оценивал ущерб? В случае выигрыша судебные расходы присуждается с проигравшей стороны в разумных пределах. Вот, поэтому, если дело будет выигрышное, о чем мы говорили, что здесь гарантии быть не может в принципе, но, если дело выигрышное, если те расходы, которые сторона понесла в разумных пределах, суд без проблем эти суммы взыскивает в пользу выигрышей стороны. Люди иногда обращаются, вы мне, пожалуйста, составьте там просто претензию или там исковое мне там что-нибудь напишите, шаблон скиньте, я сам там составлю, сам подам и сам в суд схожу. А вы мне там просто что-нибудь еще посоветуете. Как вот вы считаете, это вообще правильно, что люди так вот надеются на себя, на соседа юриста или на интернет? Или здесь все-таки они в этом неправы? Вообще на себя нужно надеяться в первую очередь и только на себя, но невозможно быть грамотным во всем. Человек, который думает, что он сейчас все сам сделает, он не осознает, не понимает то, что он может сильно навредить. Потому что для того, чтобы что-либо делать качественно, должна быть практика для того, чтобы получить желаемый результат. многие люди там послушав какую-то консультацию, посмотрев там какие-то видеоролики на ютубе, почитав там какие-то статьи, у них в голове рисуется какая-то картина, которая не всегда правильная. Более того, они когда приходят в суд самостоятельно там без представителя, они забывают все, что они читали, все, что вот они теряются. Иногда могут задать такие каверзные вопросы, что просто человек, казалось бы, выигрышное дело, может проиграть. То есть в тех моментах, когда нужно хотя бы не отвечать на какие-то вопросы, он может ответить не в свою пользу и так далее. Ну вот опыт важен. Поэтому надеяться на себя это, конечно, хорошо, но всегда лучше бы, если бы выходили в суд и самостоятельно набирались опыта, и при этом присутствовал ваш представитель, который бы контролировал. Хотите самостоятельно наступать без проблем, но чтобы хотя бы вы не наделали глупости. Всегда лучше не совершить определенных действий, чем совершить действия и потом их исправлять. Я не люблю обращаться в агентство, я не хочу сотрудничать с юридическими компаниями, я хочу обратиться исключительно к юристу-частнику, просто к одному лицу, чтобы он только вел мое дело. Вообще в этом есть какие-то преимущества или это тоже неправильно? Если у вас есть такой специалист, который вы знаете, что он занимается этими вопросами, все, без проблем, идете к нему, если он свободен, если он в этот момент не занят, и цена устраивает, вопросов нет. Если в компании работает несколько юристов, они ведь вопросы могут решать коллегиально, в отличие от юриста-одиночки, который обладает исключительно только своим опытом. Те же самые частники, они точно так же общаются, это не сильный аргумент в сторону какой-то юридической фирмы. На мой взгляд, здесь единственный аргумент, что через них проще найти конкретного специалиста по конкретным делам, то есть они могут подобрать, если у них в распоряжении есть те же самые частники, которые с ними работают. Люди в конце разговора часто любят сказать, я подумаю, я посоветуюсь с женой, с отцом, братом, я вам как-нибудь потом перезвоню. Вообще, правильно ли это, что люди хотят пойти и посоветоваться с человеком, у которого нет этих познаний в юридической сфере? То есть по идее ведь люди должны советоваться с юристом, чтобы решить проблему. Почему они хотят пойти посоветоваться с родственниками, если их родственники ни разу даже в суде не были? Ну, просто желание уйти, желание отказаться от дальнейшего сотрудничества, потому что что-то его не устроило. Может быть, цена не устроила, может быть, юрист не понравился и тому подобное. Может быть, он просто пришел поинтересоваться, собрать информацию у одного, у другого, у третьего, как я говорил, что бесплатные услуги получить. Никакой юрист вам сразу же не даст всю информацию бесплатно и здесь и сейчас, не изучив документы и тому подобное. И поэтому можно думать сколько угодно, только можно было думать до прихода к юристу. Ну, хорошо, пришли, спросили, сколько стоит, узнали, свою проблему рассказали, он вам сказал, какие нужны документы, обрисовал необходимые действия, которые нужно совершить предварительно до изучения вопроса. Ну, дальше вы ему сказали, что вы хотите подумать. Ну, пожалуйста, это ваше право, думайте. Можете точно так же зайти к другому юристу, ему сказать подумать, потом другому тоже подумать. И так, ну, пока вы все-таки не надумаете с кем-то заключить договор и внести предоплату. В этой ситуации вообще было бы наиболее грамотно, если бы человек вот именно приобретал бы правовой анализ, платную консультацию, то есть полностью, чтобы разобраться в этом вопросе и понять, да, что, как эту проблему решать. И уже начинать ее решать, а не советоваться, получается, с людьми, которые в этом, скажем так, некомпетентны. Чтобы подумать, лучше, конечно, иметь на руках вот эту вот письменную консультацию и уже с этой консультацией о чем-то думать. А у вас есть там диплом, сертификат, лицензия, там грамота, квалификация для решения этого вопроса? То есть вы работаете официально? Сейчас все работают официально, по крайней мере, с точки зрения даже компенсации судебных расходов, потому что, ну, никто не будет обращаться к юристам, у которых не подтверждены будут судебные расходы, то есть представительские расходы в суде. Естественно, кому бы вы ни обращались, кто занимается официально, он с вами заключит договор, будет соответствующий чек об оплате и так далее. То есть пакет документов, которые вы предоставите в суд и заявите как судебные расходы. И суд по этим документам взычит вашу пользу в случае, если дело будет выиграно в разумных пределах. То есть в идеале полностью 100% ваших судебных расходов возместит. Опять же, то, что касается дипломов и тому подобное, очень многие любят, скажем так, у себя в кабинетах вешать определенные дипломы, грамоты и тому подобное. Ну, на мой взгляд, это устаревшее уже, скажем так, отношение. Уже, как я говорил, что офисов-то скоро не будет, потому что это не нужно. Сейчас самое важное это конкретная практика, конкретный опыт, конкретные дела. Лучшие грамоты это вот, извиняюсь за выражение, ссылочка на те решения суда, которые были выиграны с помощью того или иного юриста. Вот это самая лучшая характеристика, скажем так, лучший диплом. Я бы хотел юриста у себя в городе, там, рядом с домом, а вы находитесь там далеко от меня, поэтому я вот с вами по этой причине просто работать не хочу, так как вы не местный. Не всегда в вашем городе есть нужные специалисты, поэтому я здесь не вижу ничего плохого, если юридические услуги будут оказываться дистанционно, главное, чтобы был хороший специалист, главное, чтобы все было грамотно и качественно оказано. Юристы из большого, крупного, столичного города, региона, или центрального города России, скорее всего, будут мошенником. Возможно, еще у людей вот есть такое мнение. Ну, мошенник, он может у вас и в городе находиться. Я как бы уже говорил, что вы можете с ним и вживую общаться, и в офисе сидеть. Ну, что это вам дает? Ну, хорошо, вас мошенник обманул. Вы придете ему, извиняюсь за выражение, на кулаках что-то доказывать, или как это все будет? Так или иначе, вы заключаете договор. Если вам некачественно окажут услуги, то это абсолютно не имеет значения, где он находится. дистанционно он там в каком-то другом городе, либо в вашем городе. Если он реальный человек, вы его видите, вы видите паспортные данные, все видите, то есть договор заключен, то какая разница, где он находится. Даже лучше, если этот человек находится где-то в другом городе, но в договоре предусмотрено, что споры все решаются по месту нахождения клиента, что в принципе это может даже быть не прописано, это и так понятно, потому что на оказание юридических услуг распространяется законодательство о защите прав потребителей, и поэтому если, скажем так, гражданин обратился за оказанием юридических услуг, и потом у него возникли какие-то претензии, он обращается по месту своего жительства в суд, и вопрос от этого регулируется. А человек, который оказывал дистанционно, предположим, из другого города, это его сложности будет участвовать в судебном заседании. То есть, я здесь вообще не вижу никаких проблем, какая разница, где находится юрист. Главное, чтобы он качественно оказывал услуги. Чем отличается вообще адвокат от юриста, потому что часто люди считают, что адвокат это более высококвалифицированный специалист, то есть, они по любому вопросу, по семейному, административному, наследственному обязательно хотят себе адвоката, а юрист для них это как будто бы недоученный адвокат, что-то вот такое. Адвокат это тот же самый юрист, у которого есть статус адвоката. Этот статус дает ему право участвовать в определенных делах, где не может участвовать просто юрист. Например, уголовные дела. У него этот статус можно отобрать. Можете ли вы просто посмотреть мои документы и сказать, вообще дело в принципе-то выигрышное или нет? Если да, то я буду с вами работать. А если оно не выигрышное, то зачем вы будете с меня сейчас брать какие-то деньги? У меня сразу вспоминается анекдот. Я говорю, я не врач, но посмотреть могу. Ну, посмотреть можно. Ну, бесплатно я могу посмотреть, да, я могу полечить бесплатно. Просто здесь вопрос в том, что, ну, а что это вам даст? Надо вам конкретную услугу, конкретное, скажем так, изучение материалов дела, конкретное рассмотрение этого дела. Консультация нужна. Любой может посмотреть. Только что вам это дает? Сколько вообще времени может занимать дело? Ну, я могу так сказать, что дело может длиться и года. Даже такое бывает. есть определенные рамки. Ну, допустим, гражданское дело должно быть рассмотрено в суде первой инстанции там в течение двух месяцев. Есть определенные рамки, но это не означает, что дело будет длиться именно столько. Почему? Потому что бывают моменты, когда дело, ну, то, что дело рассматривается с самого начала, а срок начинает исчисляться с самого начала. Судьи, конечно, стремятся, чтобы не нарушать вот эти процессуальные сроки рассмотрения дела. Ну, допустим, изменение оснований иска, вступление в дело третьих лиц и так далее, заново вот этот двухмесячный срок начинает, скажем так, отчитывать. Поэтому, как бы, теоретически должно быть рассмотрено в течение определенного времени, но в результате может затягиваться на месяца и бывает даже на года. Почему? Потому что, ну, допустим, суд первой инстанции выносит в конечном итоге решение, а оно потом обжалуется, оно потом, предположим, отменяется по вашей апелляционной жалобе либо по апелляционной жалобе другой стороны и рассматривается заново. То есть, предвидеть всю цепочку невозможно. Поэтому, как бы, ну, может быть, и в течение месяца дело рассмотрено, а может быть, и полгода не хватит. Бывают такие ситуации. Просто к этому нужно быть готовым и, как бы, исходить из того, что, к сожалению, у нас быстро все в судах не решается, потому что суды перегружены, судей мало, дел много. Как правило, в одно судебное заседание все не заканчивается, часто судебное заседание откладывается, исследуется и запрашиваются дополнительные доказательства и так далее, и так далее. Какие вы можете дать гарантии, что вот вы сейчас возьмете с меня деньги в виде предоплаты или всю сумму, а потом все пропадете и на связь больше не выйдете? Для этого заключается договор. Потому что по договору стороны должны исполнять свои обязательства. Со стороны клиента клиент оплачивает, вы с своей стороны выполнили обязательства, заплатили. И дальше смотрим по договору, в какие сроки и что должен сделать исполнитель. Условно говоря, вы оплатили подготовку искового заявления. В договоре прописано, что до такого-то числа вы должны предоставить имеющиеся у вас документы, вы их предоставили, предположим, в электронном виде, сбросили на почтовые ящики и тому подобное. Все. И там указано, допустим, до такого-то числа должен быть предоставлен результат, а именно подготовленное исковое заявление. Если эти сроки нарушены, ну, соответственно, в договоре могут предусмотрены быть какие-то штрафные санкции, условно говоря, какие-то проценты за каждый день задержки предоставления вот этого искового заявления. Ну, вплоть до того, что расторгнуть договор, потребовать возврата денег и так далее. То есть, ну, гарантия – это договор. Как ни крути, договор ради этого заключается. Потому что, если бы не нужны были гарантии, могли бы просто на словах договориться и все на этом. Для этого заключается договор, много раз повторяю, в котором желательно все предусмотреть. Иногда люди говорят, что вот я там уже консультировался у других юристов, у разных экспертов, а еще я там вот и в интернете читал. И вот, в общем, у всех разное мнение на мою ситуацию хочу вот услышать ваше мнение. Вообще, в принципе, это как вот правильно, что человек вот так вот собирается вот эту бесплатную информацию с разных источников, людей, ресурсов, или это его только наоборот ухудшает его ситуацию? Опять же, повторюсь, это очень сильно ухудшает ситуацию, потому что никто в итоге не изучает конкретную ситуацию данного клиента. потому что он там почитал вроде что-то похожее на его ситуацию, там получил предварительную консультацию, не предоставив на изучение документы, либо там их никто подробно не изучал. То есть, вот так вот по кусочкам нахватал и пытается склеить какую-то картину у себя в голове. И в итоге она как бы не совпадает, что лишний раз доказывает, что нужно все-таки получить конкретную консультацию, платную у конкретного юриста, который даст конкретное заключение по данной ситуации, изучит все документы, конкретную ситуацию, конкретного человека, при конкретных обстоятельствах, потому что нет шаблонов, невозможно в интернете найти точно такую же ситуацию, как у вас. Оно на первый взгляд казалось бы, что одно и то же, но на самом деле везде есть нюансы. И эти нюансы может выяснить только на консультации юрист, когда он будет у вас интересоваться, что конкретно произошло, какие у вас есть документы, какие были запросы, какие были ответы. Это уже в рамках консультации проводится, то есть в рамках оказания юридических услуг. И когда человек хочет, скажем так, и то, и то, и все это бесплатно, желательно толстым слоем, так не бывает. Ну, вот такой ответ. Ну,